А в этом выпуске мы съездили на ферму с животными, побывали на сет-ужине от шефа и посетили восхитительное световое шоу. Поставьте лайк этому выпуску прямо сейчас, чтобы не отвлекаться и приятного просмотра! Ола! Ола, друзья! У нас сегодня выходной день, а так как мы заядлые путешественники, мы решили наконец-то куда-то выбраться еще. И нам очень давно хотелось за город, ощутить просторы, природу, поэтому сегодня в очень необычной и интересной компании мы выдвигаемся за 50 с лишним километров от Буэнос-Айреса на ферму. Здравствуйте! 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 Вам повезло, что этот поезд был долго, так как мы уехали без вас? Нет, вы пришли, это наповременно. Мы вот так вот встретились с ребятами прямо в электричке, то есть электричка собирала нас всех по ходу по разным станциям. Ну и все, сейчас на двух электричках с одной пересадкой едем до города Эскобар. Мы перешли по туннелю и сделали пересадку, сели в другую электричку, но она такая более бомжарского вида, но не совсем. Вот и все, едем куда-то в сторону области, но, честно говоря, виды здесь, ну такие, не очень красивые. И плюс мы проезжаем какие-то стрёмные районы. Все, мы доехали до города Эскобар и пересадка на автобус. Ну вот, вроде бы должен когда-то скоро подъехать, и типа этот автобус идет до самой станции, куда нам нужно. На самом деле мы где-то минут 15 ехали на автобусе. Очень удобно, быстро, вот. Итого, в общей сложности, наша дорога заняла два с половиной часа. И все, мы добрались до Пекенья Олленда. Это маленькая Голландия. Тут уже с дороги видна мельница, пахнет мясом. Вот, в общем, приближается наш отдых. Перелетев Атлантику на запад, и до упора от экватора на юг. Найдешь ты место удивительное в мире, и не забудешь никогда ему мой друг. Здесь люди ходят не с головою, и солнце днем на севере стоит. Зима здесь летом, лето тут зимою. Это мы вовремя приехали. Через 15 минут как раз будет обед, и все четко. 28 тысяч песо стоит безлимитка по еде и плюс активити. Вот, а пока мы ждем обеда, мы пришли посмотреть территорию. И смотрите, кого увидели. Такие они прикольные, конечно. Только вон сказали, что они плюются, я даже не знал. Поэтому мы на расстоянии немножко. И смотрите еще кого я увидел. Это же сова. Она прям даже головой так крутит. Во все стороны смотрит. Ха-ха-ха. Время обеда. Начнем. Красивая страна. С прекрасными людьми. И природой атлетников, до пустыни. Спасибо. Что больше? Ничего больше, спасибо. Попробую. Печечник, джор, а не? Манзаном и карамель. Камелом, чтобы помочь ему печь. Манзаном... Как это? Печечник, джор. Печечник? А, джор? Да. Постольте, пожалуйста. Попробую? Постолк. Попробую. Попробую. Спасибо 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 Я что-то всего набрала Нормально Нормально? Я не знаю что-то тут отусло Вкусно, вкусно Мясо вкусное Чинчурень вкусный Прямо хорошо Даже реально на обед Можно приедет сюда Это вам уже достаточно можно Прекрасно Это просто же мясо получается Да, мясо хорошее Молодое и госое дело Очень тяжело Очень тяжело Просто объелись Вообще кошмар Сейчас мы Поспать бы здесь Сколько вышло? Вот столько денег мы наели Общий чек был 184 тысячи Здесь еще немного чая Это порядка 130 долларов Всего 10 долларов Вот это мы наели Конечно Что мы наели Мы туда ходим по катушке Винища будут Мясо Кофе Всерп За эти деньги Мы сейчас будем На свинье кататься Ха-ха-ха-ха Не помню Мы тут до фермы нашли Тут на ферме и поросюшки лежат Козочка ходит Теленок есть В общем Всех можно погладить Посмотреть Потрогать Покормить Вот Например Козочка Смотрит Вдаль Эй Иди ко мне Иди сюда Иди сюда Ну 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 красивая Красивая Коза Она прям Тевонне В коляску заглянула Так вот прям Вот Не стали пугать ребенка Этой присказкой Что идет коза Рогатая За малыми ребятами Хорошо, что она пока не понимает Там он Даша свинью снимает Так-то это, не знаю, она может, наверное, вскочить и побежать Не знаю Но тут мирно все спят Хотя вот я после такого обеда Я готов вот так же прилечь на солнышке Ну, в общем, ветер очень сильный Не очень комфортно гулять Да и плюс мы все посмотрели А некоторые из нас даже прокатились на коне Вот Мы план максимум выполнили И я думаю, что мы сейчас будем выдвигаться в сторону дома Нам все равно ехать еще часа два-два с половиной Вот, поэтому хочется это сделать не поздно Вот, место неплохое Приехать сюда на несколько часов и обожраться, конечно Но я так не хочу больше много есть Вот Что еще? Да хорошо просто из города выехать на природу Вот это да Просторы Ладно, мы домой Счастливо Ребята, у нас сегодня очень необычный вечер Нас пригласили в гости Долго приглашали Вот Или мы долго шли Ну, в общем, наконец-то мы выбрались К Олегу Он решил чем-то очень удивить Он мне душу выворачивал интригами и каверзными вопросами Я до сих пор не догадываюсь, что же там такое будет Но так как Олег повар Я думаю, что это будет какой-то сет от шефа Вот Но в какую сторону Это В каком направлении будет этот сет Вот сегодня узнаем Поэтому все Мы у Олега в гостях Дядя Ну, что там такое Привет, дорогой, во-первых Привет, Александр Как говорится, welcome to Saint-Tropez Спасибо Сегодня я тебя буду угощать Твоей любимой страной В которой твой живот был максимально счастлив Сегодня мы бьемся в грузинские мотивы В целом, как ты любишь И надеюсь, я тебя сегодня удивлю И честно, я уже со вчерашнего вечера начал закупаться Сегодня весь день готовить Я устал Не ел У меня есть жога Ничего не лезет Видеть еду не могу Главное накормить тебя Я говорю, как в Грузии обычно принято Это Ты когда уходишь Ты всегда Сыт до безумия Что ты лопнешь И Винчиком напоенный Значит, Винчика посмотрим А Как я тебе уже сказал Будет как в сказке про Оленя, который Золото из-под копытца вбил И вот Буду ждать у тебя слов Хватит Хватит Горшочек не вари Иначе вся еда превратится в физики Давайте пробовать Бадриджане Просто сумасшедше красиво выглядит Все разложено на тарелочке Прям Ну подача Подача С какими-то Вкраплениями Это что за Лук, видимо Орешек Прям Мелко-мелко Раздроблен Знаете, что я вам скажу Это приготовлено По старинному грузинскому рецепту Вот этот нож Видишь У меня блендера нет Блендер Это мой нож 40 минут Рубки орехов Я думаю, что так делали Раньше точно А вкусно А вкусно-то как? Вообще балдеж Я делаю для салата Заправочку Салатик этот Ты уже как-то ел у меня в гостях Но так как он тоже грузинский Я его решил включить в сет Потому что тебе он тоже понравился Я помню, было очень вкусно Как этот салатик называется? Я не помню Ай, Саша Я не скажу Потому что ты увидишь Вспомнил, как салат называется? Нет Салат из теплых баклажанов Ну, а название-то ли у кого? Салат из теплых баклажанов Так и называется По крайней мере, во всех грузинских заведениях Это звучит именно так Ну, правда, это выглядит Прямо профессионально Закуски попробовали? Это первый салат Но не последний Обалдеть! Александр, Александр Как ты думаешь, какой салат будет следующий? Грузинский, наверное Огурцы, помидоры Орешек Ореховая заправка Орешек, ты прав Но нет Слушай, не знаю В Грузии все время грузинский едят Гнездо глухоля Да, возможно, это не божественно Но это лобио О-о-о Ну, лобио-то же не салат Есть лобио-салат А есть лобио-не салат Вот у нас сегодня Лобио-салат Как Говорится Есть у меня очень хороший друг детства Наполовину человек Наполовину грузин Вот И его фишка была всегда готовить лобио Конечно, лучше лобио, чем он Я вряд ли сделаю Но, как говорится Какой-никакой За неимением барышни Сойдет и горничная Да, не Грузия Потому что Я думаю, что истинный Хлеб получается у грузинов Настоящих А я всего лишь Учусь Я ему под ноги Так, давайте пробовать Начнем с салатиком Точнее, продолжим Начали мы с Баджиджани Рулетиков Из баклажанов Продолжим салатом Хрустящие Жареные баклажаны Медовая заправка Это очень Очень вкусно Мне правда Еще в тот раз понравилось Баклажаны Они прям Это именно хрустящие То есть Мне мякоть Разваливается Вообще бомба И помидорки Где-то Олег нашел Хорошие помидорки Потому что В Аргентине Почему-то с ними Большая проблема Мягкие Мягкие Сочные Короче Это прям Высший уровень Следующее блюдо Это Лоббио Я Прямо Так как Видимо Сегодня Этим все не ограничится Я прям По чуть-чуть буду Вот чуть-чуть Лоббио И чуть-чуть Шоти Пахнет Очень вкусным Хлебом Давайте пробовать Да Это Лоббио Но Я Лоббио Как салат Честно Даже не помню Пробовал ли Это Всегда Блюдо Накецы В Глиняной Сковородочке Горячее А В горшочке В горшочке его С большим Количеством Лука И кинзы Вот Это да А вот это Новая версия При этом Тоже очень вкусно Вот Ну Просто мне Непривычно Вот так вкусно То есть Тут тоже Тертый орех Зелень Лучок Мм Вот Ну и конечно Это все надо Сдобрить Порции белого Вина В Грузии Красное вино Ну Бокальчик Ну На застолье Зато За ужином Белое Там Ну реально Литрами Уходит А я белое Так давно Не пил Вообще Ммм Можно Не Подожди Подожди Вечер Но тебе как? Очень вкусно Там дальше Сейчас еще вкуснее будет Похоже Очень Это хорошо Александр Александр Как вы думаете Что это? По запаху Это что за красота такая? Это? Че как бы Теперь очередь Чехокбили Ну это прямо Вообще фантастика Для меня Грузия Пахнет Именно так Это Аромат Хмели-сунели Чеснок И кинза Вообще Бомба Это очень хорошо Это вот Это прямо оригинал Следующее блюдо По-аджарски Аджарули Аджарули Надеюсь Похоже Очень похоже Будем пробовать Внешне Очень похоже Батуми Так Госнодар Давайте разберемся В этом вопросе Это Хачапури По-аджарски Аджария Это Регион Грузии Столица которого Батуми Где Я прожил год Так что В Хачапури По-аджарски В Аджарули Я Уж поверьте Разобрался За это время Вот так Все замешиваем 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 Отрываем Кусочек Бачок Вот этот Макаем И Очень горячо Правда Я не пойму Это сыр Кисленький Какой-то По соли Все круто По тесту Вообще Вопросов Нет А вот Сам сыр Как будто Кисленький Немножко Да Давай еще раз Попробуем Разобрались Вопросе Значит Это И конечно Не сулгуни Это Олег Ухитрился И взял Провалету Смешал С кремосой Что-то там Еще Сделал В общем А Зачистила Трав Но Травяной Пряный Оттенок Сыр Остался И Именно Его Видимо Я его Ловил В остальном Очень вкусно Вот Следующее Блюдо Возможно Долгожданное Для души Хинкал Хинкали Пардунь Ой Красота Какая Красота Так Ну что Ребят Давайте Пробовать Выглядит Опять же Очень профессионально Слеплено Прям С двадцатью С лишним Зажимами Сколько Там должно Быть По традиции Кажется Никто Не знает Ну Давайте Хорошо Нельзя Есть Бульончиков Маловато Только Там опять же Есть какие-то Грузинские Специи Которые Вообще Всю погоду Делают А руки А руки Не забыли Кушайте Не обляпайтесь Мне нравится Если честно Я В Буэнос-Айресе Попробовал В разных местах Хинкали Пока Это лучшее Мое почтение Но Сложность-то На самом деле Не в фарше А именно В тесте А тесть У нас есть Отлично Давайте еще одно В Грузии Есть Такое Понятие Шэмомичама Это когда Ты есть уже Не можешь Объелся Вот Ну все Не лезет уже Но настолько Вкусно Что ты ешь И вот В общем Моя Шэмомичама Где-то уже Близко Ну и вроде Как бы Последнее Финальное Блюдо Сейчас будем Удивляться Что же там Такое Потому что Это реально Целый сет Блюд От шефа Ну Честно сказать Мы в Грузии В ресторан Когда ходили Столько Конечно Не заказывали А учитывая Что это все На нас троих На меня Дашу И Юлю Олег сам Почти не ест Потому что Готовит Но обожраться Конечно Обожраться Мы всего пробуем Буквально по две вилки И все И к следующему Ну Очень интересный опыт Ну и Олег показал Что действительно Готовит 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 очень хорошо Вот И Такой опыт Именно Сета От шефа Я очень хотел Получить В качестве гостя Вот И вот Наконец-то Ну что Последнее Финальное Блюдо Ну что Давайте пробовать Шашлычки Аромат божественный Ну это просто Добить нас Именно Добить Этой едой Уже реально Есть невозможно Мы Очень наелись Но Шайма Мичама Очень вкусно Самое главное Сочное Не люблю Когда мясо Сухое Передерживают Здесь прям На ура Ну и грибочки Легенькая Закусочка Подлегненькое Вино Ну что В завершении Прекрасного Сета От шефа Хочется сказать Что все было Прекрасно Очень понравилось Ну и Грузинский Тост Тогда За хозяина Ребят В Буэнос-Айресе Проходит Световое Шоу В парке Рос Оно Кстати говоря Уже заканчивается И мы Взяли Билеты На самый Последний День Проведения Этого шоу Вот Но Успеем Посмотреть Вот Билеты Мы покупали Онлайн По По 12 тысяч Песо По-моему Они стоили Мы хотели Взять Вип-проход За 16 тысяч Песо Не сильно дороже Просто Прошли бы Без очереди Но Они все Раскуплены Вот Поэтому Сейчас Едем Пораньше В сад Рос Чтобы Отстоять Очередь А она Скорее всего Будет По крайней мере Меня предупреждали И Оценим Как там Сделано Световое шоу Мы когда выдвигались Гулять Я не подрасчитал Одну вещь Что я сразу Захочу есть Естественно Идти Смотреть Какую-то красоту Какое-то шоу В то время Когда ты хочешь есть Вообще не то Поэтому Срочно Искали Варианты Перекусить Ну и Очень Неплохой Вариант Это Уличная Еда Чорепан Чорепан Это как Хот-дог С Сосиской Изрубленного Мяса Ну и Тут всякие Соусы На выбор 2500 Песо Мне кажется Хорошая Идея Вот такая Красота Я туда еще Бахнул Чимичури Это Аргентинский Соус Блин Как бы Не испачкался Прекрасно Для перекуса Самое то Ну вот А Даши взяли Попкорн У Торговца В такой Вот лавочке Фух Как-то Прям Повеселело Даже Ну а теперь Можно и Красоты Смотреть Ребята Сейчас такое Дежавю Поймал Мы зашли В парк В Палермо Я понял Что Вот точно Так же Мы заходили То ли в первый То ли во второй День Нашего Пребывания В Бонесаарисе Прикольное Такое Дежавю То есть Тогда мы Смотрели На все С широко Открытыми глазами Это было все Настолько Новое В диковинку И пространство Даже по-другому Как-то Ощущалось А сегодня Сегодня Это уже Излюбленные Знакомые Места Ну и все И можем идти Вставать в очередь Она какая-то Очень уж длинная Кажется Хотя возможно Это очередь На вход Не на наше время А на полчаса раньше Мы пораньше Сюда пришли Сейчас посмотрим Как тут Все происходит Кто куда проходит За сколько времени Мы стояли может быть минут 10 На вход На самом деле Очень недолго И как только Зашли внутрь Попали в абсолютно Другую реальность В таком освещении Все экспонаты Внутри Выглядят Совершенно по-другому Некоторое освещение Напоминает Как будто Это клуб Стробоскопы Какие-то Лазеры А некоторые Экспонаты В такой подсветке Выглядят Ну просто Фантастически Например Мне очень понравился Сказочный лес Он выглядел Действительно Чарующе Спасибо за субтитры Мы посмотрели Очень крутую Голограмму То есть На фонтане Были изображения С проектора Выглядело Действительно здорово Это Имитация Голограммы А дальше Мы попали На такие Светящиеся Качели Прикольно Особенно в темноте Это выглядит Очень необычно Когда Много Качающихся Кружков Ребят Как же тут Красиво Тут целый Лабиринт Из фонариков В нем Реально Можно Затеряться На фонарик ну все ребята это финальная . вот такой вот куб на котором показывают разные какие-то абстрактные изображения под между прочим как будто бы русскую музыку место очень понравилось secret garden называлась она я считаю что это отличная возможность увидеть место которое ты видел раньше в новом свете и свете и прогуляться вечером по саду роз но только в магической интерпретации это было интересно короче мне однозначно понравилось если вам тоже заряжайте like